История со строительством ФОКа в Сарове длится уже больше 10 лет, и каждый раз все упирается в нехватку финансирования. Сейчас, по словам представителей администрации, область строит объекты преимущественно ФОКе открытого типа, там, где спортивной инфраструктуры нет совсем. Мы со своей стороны пытаемся участвовать и обсуждать и на региональном уровне, и на федеральном уровне, и рассчитываем, что все-таки наше мнение будет учтено. У нас есть несколько мест для размещения ФОКов. Это, прежде всего, мы рассматриваем микрорайон 15, потому что объект достаточно удален от всех спортивных объектов микрорайонов, и плотность селения достаточно высокая. Еще одно место, где может появиться спортивный объект – стадион за спорткомплексом «Юниор». При этом есть вариант построить там не ФОК или ФОКОТ, а модульный спортивный зал. Эта программа подразумевает техническое финансирование основы и площадки для размещения за счет средств местного бюджета. Остальной объект будет предоставлен. То есть, это готовые модульные решения. В общем-то, это, конечно, не ФОКОТ, но в целом это тоже дополнительный спортивный объект, который позволил бы заниматься в любую погоду. Предпроектной подготовки минимумом, поскольку существует уже готовое решение, которое нужно лишь привязать на местность. Заявку в Министерство спорта региону уже отправили, ответа пока нет. Однако, инициатива со строительством модульного спортзала поддержку у народных избранников не нашла. Например, депутаты опасаются, что после строительства этого объекта вопрос с ФОКОМ совсем закроют. Место размещения зала тоже вызвало дискуссии. Там сконцентрировано два кухния центра. Через дорогу, если мы перейдем, там замечательный сейчас построится у нас стадион 12-й школы, который также будет пользоваться спросом. Зачем нам концентрировать? Значит, в этой части города, в центре, столько спортивных объектов. Кроме того, предложенный вариант – это просто зал с подсобными помещениями, в котором нет трибун, то есть проводить там соревнования будет нельзя. При этом компания, которая занимается этими модульными объектами, предлагает различные модели. Например, в Сарове всего одна закрытая ледовая арена. И места для тренировок и детским, и взрослым хоккейным клубам порой не хватает. Депутаты решили вернуться к этому вопросу и привлечь спортивную общественность и горожан, чтобы сообщать, решить, какой именно объект и где нужен. Но войдет ли Саров в эту программу в итоге, так пока и непонятно.